День знаний и единый день голосования в Биробиджане пройдут в условиях повышенных мер безопасности. План действий на первую декаду сентября согласовали участники очередного заседания антитеррористической комиссии, председательствовал на котором мэр города Евгений Коростырёв. С докладом по школьному направлению выступила начальник муниципального отдела образования Марина Авачёва. Она отметила, что во всех подведомственных учреждениях за соблюдением противопожарных мер требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности обучающихся будут следить ответственные лица. В школах также уточнены планы эвакуации граждан при возникновении чрезвычайной ситуации инструкции по действиям персонала при террористической угрозе. В учреждениях дополнительно проводится осмотр территории и помещений, дополнительное обследование школы и прилегающей территории на предмет выявления подозрительных и бесхозных предметов. О мерах безопасности, которые будут предприняты ко дню знаний полицейскими, комиссию проинформировал временно исполняющий обязанности начальника МОО МВД России Биробиджанский Пётр Матвиенко. Свои планы стражи порядка строят на основе данных, полученных в учреждениях образования. На основании полученных сведений МОО МВД Биробиджанский подготовлен предварительный расчет сил и средств, необходимый для обеспечения охраны общественного порядка в линейках. Для обеспечения охраны общественного порядка в школах, расположенных на территории города, будет задействовано 40 сотрудников полиции. Ответственность за организацию охраны общественного порядка на территории города будут назначены руководители подразделения числа шефов-наставников. Между тем, как сообщил заместитель начальника госпожнадзора по городу Биробиджану Денис Селяев, в двух детских садах в ходе проверок выявлены недостатки в содержании противопожарных приборов. Впрочем, над их устранением уже работают. Как мне доложил инспектор, то есть в данных учреждениях проводится работа по устранению данных нарушений, и к приемке, надеемся, данные нарушения будут устранены. На заседании АТК также выступила председатель городской избирательной комиссии Юлия Моисеева. Она отметила, что к дополнительным выборам в Биробиджане практически все готово. По всем рассмотренным вопросам приняты развернутые решения. Вячеслав Пасманик, Богдан Патрин, Новости 21.